МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Оплата працы и заключение коллективных договоров. Значные пытанни сегодня обмерковали на пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Зарнице 2018 сегодня стартовал областный этап республиканской спортивно-патриотичной гульни. Супрацовненство со Швецией. Посол этой краины Кристина Юханнесен сегодня наведала Гомель. А зараз об этом иншим больше подробязна. Беларусь поширает взаимодействие с Вологодской в область России. Размова идея об промысловой кооперации и поставках автомобильной и сельско-господарчей техники, поведомляя агентство телевизийных новинов. Такие домовленности досягнуты сегодня подчас встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Вологодской в области Олегом Коушинниковым. По словах керавника краины, Беларусь и Вологодская в область могут ожитить поспеховые проекты как у сферы вытворчасти техники, так и у сельской господарцы. Хорошо, что вы приехали. Я так информирован о заинтересованности Вологодщины, сотрудничестве с Беларусью. Мне кажется, что мы можем что-то склеить хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы производим совместно уже технику определенную. Знаю о ваших проектах, о вашем стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания себя в сельском хозяйстве. Знаю проблемы транспортные, тем более, что вы мэром были, вам это больше кому известно. Мы готовы вместе работать только так, чтобы был интерес, вы не подумали с нашей стороны, но чтобы вы были заинтересованы в этом. Думаю, что опыт хороший. У нас мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производство, которое нужно будет не только на Вологодщине, но и во всей России, и в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь. Мы приехали сюда не с пустыми руками. У нас пакет предложений, которые мы обсуждаем с вашими крупнейшими производителями. Тракторные техники, Минским автоимилетным заводом, Минским моторным заводом, Амкадором. Ведут переговоры. Вчера закончились в полу девятнадцатого вечера с Доматенко. Вы знаете, мы продвинемся очень далеко по созданию проекта «Союзный трактор». На сегодняшний день в Вологодской области уже выпущено более 6,5 тысяч совместных тракторов на базе Череповецкого литерно-механического завода. И сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Вологодской области, именно в Череповце. Это совместное предприятие. У Минска узнагородили пероможцев и призеров республиканского конкурса «Левший экспортер по выниках працы за 2017 год». Среди них и некоторые предприемства и организации Гомельской области. Переможцами конкурса в разностайных номинациях стали «Мазырский опытный лязгаз», «Белорусский металлургичный завод» и «Гомельсшкло». Так само дипломами узнагороджены «Гомельский лязгаз», «Туровский молочный комбинат», «Мазырсоль» и «Буровая компания «Дельта». Пытания оплаты працы, контрактная система, заключение коллективных договоров. На сегодняшнем четвертом пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов разглядалося шмат проблемных питаньев. После важных разважений и постановки новых задач перешли до святочной частки. Узнагородили переможцам областного конкурса профессийного майстерства «Гомельские майстры-2018». Абсурьозным и приемным сюжет Марины Джалой. Термин выконания чергового погоднения по Межгомельским областным выконавчим комитетам, союзам наймальников и объединениям профсоюзов на заходе. На породе подписания нового. Ли сперша треба проанализовать, яким он повинен быть и над чем робить акцент. Перед профсоюзами стоит шмат задач. Головное – заховать социально-экономичную стабильность у працонных коллективах. Проблем в данном направлении очень много. И по защите прав трудящих, то, что я сказал ранее, здесь и направление охрана труда, и правовая защита наших граждан, трудящихся, и культурное массовое направление работы, и спортивное массовое направление работы. Здесь очень много вопросов, которые нужно обсуждать, и нужно договариваться в данном соглашении и приходить к каким-то общим направлениям и результатам. Как было отнашено подчас пленума, профсоюзные комитеты – это не только раздаши святошных подарунков, выделение путевок и культурно-массовая работа. Правкам и у первых шаргу повинны оборонять правы работников. Не секрет, что в силу определенной сложно-экономической ситуации есть еще факты, когда работники трудятся и на две трети, определенные вопросы с отправлением социальной отпуска. Результаты работы у нас по сравнению с предыдущими годами количество таких с неполным уменьшается. Но есть предприятия различные. Определенные вопросы есть к предприятиям частной формы собственности. Вы знаете, что глава государства, принимая руководителя наших Республиканских профсоюзов, поставил задачу по созданию профсоюзных ячеек на любом предприятии, независимо от формы собственности. Пока это дело мы не решили до конца. Так само зараз на первое место по актуальности выходит питание оплаты працы. Номинальная наличная среднемесячная заработная плата работнику организации Гомельской области за первые 4 месяца года крыку перевысила 800 рублей. У крыцевику складала прикладно 835. Причем на протягу огученных месяцев она снижалась. Среди регионов в области самая низкая зараз у Кармянске Майлоевским районах. А кроме того, все лета начали фиксоваться одинковые выпадки несвоечасовой выплаты зарплаты. И в некоторых организациях ее выплачивать не двойше на месяц, как треба, а только один раз. В выпадку несвоечасовой выплаты зарплаты люди не поспевают различиться за коммунальные платежи, банковские кредиты, навучение детей. А это выкликает социальную напруженность в прационных коллективах. Литерально все огученные на пленуме пытания найдут место о новом погоднении. Последний протяглого перепынку в Доме профсоюзов распочали наступную частку сустречи. Прошло узнагородживание переможцев областного конкурса профессийного майстерства. На сцену занимались лепшие простойники своих профессий из всех кутковых умельщины. Водители, слесары, токары, урочи, наставники, агрономы, выротовальники, державные служащие. Добрые слова за якостную работу и поспехи подшули сегодня свыше 50 работников. Среди них Валентин Устеменко. У своей прационной книжки мает только один запись. 27 годов он працует водителем в гомельском филиале Белтелекама, уже 6 годов перемогая в профсоюзном конкурсе. С ДТП у нас соревнованиям не допускается, естественно. Потом должны в коллективе отзывы хорошие быть. Отбор у нас идет, можно сказать, серьезный, чтобы участвовать в этих конкурсах. Лепшие профессионалы Гомельской области отримали нагрудные знаки, дипломы и грошовые узнагороды. Я шишерых специалистов был достойны генеровыми грамотами и удерженности от Аблвыканкама и областного совета депутатов. Марина Джалая, Василия Сипцов, телерадио Компания Гомель. Эстафета 100 годов на варте Мяжи Айчины рухается по пауднево-усходних рубежах краины. Сегодня у Гомель прибыли ее атрибуты – кубок и вымпел. С этой нагоды для памятного каменя воинам-пограничникам провели урочистый митинг. После чего все присутные скрыстались макчимостью и наведали мобильную экспозицию Державного музея истории Великой Айчинной войны. Все лето она стала символом эстафеты. Подрабязни – в наступном сюжете. Не каждому даде находить по крайних метрах белорусской земли. Воины у зеленых фуражках ганараться своей работой и несуть варту беспропинно. 28 мая, день святкования векового юбилея пограничной службы Беларуси, стартовала эстафета 100 годов на варте Мяжи Айчины. Ея группа проехала уже 2000 километров по линии помежа с усидними краинами. Они побывали в больше чем 100 населенных пунктах. У многих проводили митинги в память об загинувших пограничниках, до помников и могил у складали кветки. В Гомеле местом сустречой брали сквер имя Дзержинского. Тут в минулом году был усталеванный памятный камень воинам-пограничникам. До его подножу склали венок и кветки. В пылины молчанию шанували память загинувших служащих ведомства. Впервые в состав эстафетной группы входит мобильная экспозиция музея Великой Отечественной войны. Мы проезжаем по каждому подразделению, по каждой пограничной заставе, пограничному посту, бываем в отделениях пограничного контроля. Встречаемся с различными категориями личного состава пограничной службы. Военнослужащая, так само же Хары-Памежа, за довольнением наведывает экспозицию. И она расповедает про долгий и нелегкий шлях советских воинов и белорусских партизан до вызволения Беларуси. В партизанском движении активно участвовали подростки, школьники. Они выполняли роль связных, разведчиков. И гитлеровцы, узнав это, их деятельность, тоже их хватали, пытали, убивали. Им они были награждены армейскими медалями, орденами и даже высшей наградой Герой Советского Союза. В областном центре до мобильной экспозиции долучились и представители Гомельской пограничной группы с выставой сучасной спецтехники. Они представили обстановление, которым сегодня используются на меже с суседними державами. До речи завершится эстафета в 4 часа ранее 22 червя в Брестской крепости. Евгений Кухаронак, Валерий Габанько, телерадио «Компания Гомель». С початком самых протяглых школьных каникулов на территории Гомельской области открыли свыше тысячи оздоровленших лагеров при установах адукации. Плануется, что за три месяца лета их наведают 35 с половой тысяч детей. Вселетнюю межведомостную программу по сбеспечению занятостей неполнолетних назвали «Лето на корысть». И окроме оздоровленших, у региона организовали так само лагеры працы и отпочинку. Там за выкананную работу подлетки могут отримливать зарплату. Наши корреспонденты завитали у одну з гимназии Гомеля, на базе якой працуются одразу три профильных лагеры. У большинства школьных лагеров региона дети знаходятся во установах на протягу дня. У раскладе значатся шматлики и мероприемства, як научального, так и забавляленного кшталту. Спортивные и культурные у стенах школы и на свежем поветре. Без права дети не сядят. Каждое утро мы встречаем своих ребят в кабинетах. Затем их ждет зарядка задорная, плотный завтрак. Ну а потом мы занимаемся по расписанию отряда. Это могут быть походы в кукольный театр, драматический театр, прогулки, игровые какие-то задания, квесты. После обеда ребята, поскольку это возраст 6-10 лет, отдыхают. Дневной сон обеспечиваем. Для детей 10-14 годов тут, у гимназии номер 10, что год ладится межрайонный молный оздоровленный лагерь. Про згульнявые подыходы и выкладания школьники учатся больше якосно володать замежной мовой. Отримавши новые веды, яны замацовывают их у размовах меж собой по английску. У рамках проекта другостной занятости на базе гимназии организовали еще и лагерь працы и отпадшинку для ушаниц старших классов. Девчины шают пастельную бялизну и за свою працу отрымливают гроши. Все документально оформлено. У каждой уже мается працовная книжка. И таки вопыт на бытя первого стажу яны лишать каштовным. Мы все-таки будущие хозяйки и учиться шить на более высоком уровне. Это очень полезно для нас в будущем. Также лингвистический лагерь существует практически каждый год. А этот трудовой лагерь выпадает такая возможность достаточно редко. И было бы глупо не воспользоваться ею. А кроме працовной деяности, джалчины ходят на экскурсии у розной организации и на предприемства города. Там яны знакомятся с новыми профессиями, умовами працы и вольного часу. Разом с тем у программе значатся так само культурно-забавляльные и спортивные мероприемства. У них состоит время пребывания из двух частей. До обеда они шьют. Шьют они работу, которую дала нам служба занятости. То есть они шьют 60 матрасников. Предлагается культурная программа после обеда. Экскурсии по фабрикам такие, как Коминтерн, Спартак. Это интересно, это познавательно. Они сделают какие-то выводы для себя. Областными мониторинговыми группами Головного управления эдукации на протягу всего лета будут проводиться что-то дневые проверки деяностей лагеров и организации занятости школьников. А с метой попереджения гибели детей в летний период во установах эдукации будут проводиться батьковские исходы с запрошением воротовальников, супрационников держа автоинспекции и освода. Представники этих управлений так само будут проводить и разностайные акции для детей в том лику тех, что наведывают школьные лагеры. Евгения Кухаронак, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня в Жлобинском районе начался областный этап республиканской спортивно-патриотичной гульни «Зарница». За перемогу позмахаются 25 команд. Кто станет лучшим, будет вядома 12 червя. С удельниками «Зарницы» познаемился Олег Синсироу. В Жлобинске району дельники «Зарницы» приехали на периоды дни. Первое задание – поставить палатки и вырешить бытовые пытания. Традиционно гульня проходит на территории оздоровленного центра Пролеска, а тому ежу рыхтует у столовой. Хоть смажет то же салона в угнище никто не забороняя, лагерь будет працавать 9 дней и весь этот час об домашнем комфорте ебш не марить. Житие у лагеря достаточно спартанское. Когда спать, то в палатках, а когда помыться, то с рукомойника. Чемат кто из детей такого прасасывания в своем житте наута еще и не бачу. История спортивно-патриотичной гульни «Зарницы» надежды около 50-ти годов, але в сучасном выгляде. На Гомичине она проводится только в шостый раз. У программе военно-прикладные, туристичные, спортивные, интеллектуальные мероприемства. У гэтым годзе у першыню запланована еще и военная реконструкция. А гульная колькость удельников 250 человек в возрасте 13-14 годов. Гэта 25 команд из всех районов в области. Пераморцы отрывают право представить регион на республиканском этапе. Ранее представители Гомельской области праздновых местов не займали. Тембошь великая надежда на медали. Две самых главных задачи. Первая задача – отобрать лучшую команду для участия в республиканском этапе военно-патриотической игры «Зарницы». А вторая задача – еще и еще раз дать ребятам почувствовать, понять, что такое игра «Зарница», что такое военно-патриотическое воспитание. Принять участие в различных конкурсах. «Зарница» у меня у першы чергу военная, а тому элицейные терминологии тут отповедные. Замес команды, отделения, замес удельников юные армейцы. Самые пешие с поборниц, сборка и разборка автоматов, плюс стрельба. Винтовки, правда, не боевые, пневматичные. Олег – это не самое головное. Усе удельники палаточного лагеря, переможцы районных этапов, до областных поборниц и энергетовались в Мэттене Кировано. Когда нас забирали после уроков, мы сразу начали готовиться очень долго. Может, по часу, было по полтора, чтобы все было нормально. Самая тяжелая ведь программа – строевая, потому что там много команд, нужно все выполнять и должно быть все выполнено четко. Раз 9 дней областный этап «Зарница» завершится, палаточный лагерь будет вернутый. Завтра будет начаться «Национальный день Швеции». До этой подеи у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина организовали «Дни шведской культуры». Они включают стематические викторыны, театрализованные выступления и разные интересные мероприемства. Например, сегодня тут отбылась творчая встреча с надзвучайным и полномоцным послом Королевства Швеции у Республицы Беларусь Кристина Юханнесон. Размова шла об профессийной реализации, семейных каштовностях и творчих натхнениях жахаров Швеции. Так само запрошенный спикер отказала на пытание присутных. Яны тычились о проведении у Швеции литературных и книжных фестивалях, потребке молодых письменников и навод профессийной деятельности самой Кристины Юханнесон. В рамках встречи отбылось и открытие фото выставы под назвой «Отрымливый задовольнение от Швеции». На ней разместилось 40 сдымков разных по жанру и композиции. Это незвычайные, ширые и проникненные фотографии, которые рассказывают про то, как видят Швецию сами ее жихары. В целом Кристина Юханнесон назначила, что гомельско-шведское супрацовничество будет развиваться и далее в разных накерунках. У приватности плануется, что сябровские отношения и кеа склались с библиотекой имя Ленина, дозволят реализовать у города над Сожем еще не мало интересных суместных культурных проектов. Мы готовы проработать все идеи, которые здесь могут быть, в том числе по детской культуре, по работе библиотеки, потому что здесь прекрасная платформа в гомеле. Я знаю уже, что здесь делается очень много разносторонных акций по продвижению чтения. Это как раз те вопросы, которые мы сегодня серьезно прорабатываем в Швеции. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами разведываюсь. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Последствия ДТП – пробка на улице Сверидова. В гомеле произошла необычная авария. С прицепа грузовика свалился автопогрузчик. Дорожный инцидент был зафиксирован накануне. Очевидцы выложили видео в сеть. Автопогрузчик «Амкадора» прокинулся прямо на пешеходном переходе. Пострадавших нет. На проезжей части образовался затор вплоть до момента, пока не приехал автокран. Он-то и поставил тяжелую технику на колеса. Со слов сотрудников ГАИ, причиной инцидента могли стать неисправности или отсутствие на прицепе откатных устройств. Назначена проверка. Повалил бетонную опору и скрылся с места происшествия. Светлогорский автолюбитель наехал на придорожный столб. Водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и подровнял осветительную опору. Да так, что та раскрошилась у основания и придавила иномарку. Водитель сразу дал по газам, но только уже на своих двоих. Так что, когда на место ДТП приехали сотрудники ГАИ, нарушителя и след простыл. Зато рядом с машиной находился ее владелец. В момент столкновения он был на заднем сидении. Самого удара не помнит, так как в тот момент спал, а за рулем находился его приятель. Беглец в розыске, его личность устанавливается. Покрепче бетонного столба оказалось дерево. На него наехал водитель автомобиля ВАЗ-2109 в Добрыжском районе. Это случилось на автодороге М-10 недалеко от деревни Селища. То ли автомобилист куда-то спешил, то ли управлению не поддался его автомобиль. Причины ДТП сейчас выясняют в госавтоинспекции. А спасать водителя из раскуроченной девятки пришлось сотрудникам МЧС. Мужчина оказался зажат на водительском сидении. Работниками МЧС при помощи немеханизированного инструмента мужчина был деблокирован из автомобиля и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми мужчина был доставлен в медицинское учреждение. К слову, это был не единственный вызов спасателей за сутки. В Лоеве им пришлось тушить деревянный жилой дом. Когда приехали огнеборцы, хозяин находился на улице, а крыша сооружения была полностью охвачена огнем. Мужчина признался, что неудачно растопил печь. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем огнем уничтожена кровля деревянного жилого дома и повреждено потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и их устройств. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в ближайших выпусках новостей. Завершился Кубок мира по кикбоксингу. В составе национальной команды в разделе К1 приняли участие пять кикбоксеров с дюшер номер один БФСО «Динамо» города Гомеля. Турнир собрал около тысячи участников из 15 стран. Несмотря на колоссальную конкуренцию, наши ребята выступили очень достойно. Золотые медали завоеваны Анной Шитовой и Анной Алиевой. Два серебра у Артема Мазалева и Ярослава Макарского. Третье место в своей категории занял Андрей Малиновский. В Жлобине завершилось открытое первенство Гомельской области по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе. В соревнованиях приняли участие команды Гомеля, Жлобина, Калинковичей, Музыря, Речицы, Будокошелева, Могилева и Кировска. По итогам спортивных баталий будет сформирована сборная команда Гомельской области, которая примет участие в республиканской спартакиаде школьников. Выбор предстоит непростой. Многие участники продемонстрировали очень высокий уровень. Что касается результатов, турнирная таблица после завершения трехдневной борьбы выглядит следующим образом. Третье место у Гомельчан. На второй позиции расположились юные спортсмены из Будокошелевского района. А победителями стала команда из Речицы. Женская сборная Беларуси по мини-футболу проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы. Первый поединок пройдет 22 июня в Гомеле. Стартовый свисток в спорткомплексе «Локомотив» прозвучит в 7 часов вечера. Второй спарринг запланирован уже на следующий день, 23 июня. Эта встреча также пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в час дня. Вход на оба поединка свободный. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.